Я родился в Москве Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч Среди них был и я Выжившие укрылись на станциях московского метро С тех пор прошло 20 лет, но земля так и не стала пригодна для обитания Лишь немногие отваживаются подняться на поверхность Метро стало нашим единственным домом Нашим последним пристанищем В его тоннелях властвуют кошмарные чудовища Но станции мы превратили в крепости И держим оборону до последнего До недавнего времени мы хранили надежду Что однажды сможем вернуться наверх Но появилась новая страшная угроза И само выживание человечества оказалось под вопросом Блин! Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Мы фашисты приехали захватить вашу станцию! Ульман! Ты что ли? Мать! Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет Он бы твоего юмора не понял А это кто с тобой? Парнишка с северных границ Веду его с черным Ну ладно, проезжайте Трудно описать, что я чувствовал в тот миг Я падал с ног Я падал с ног от усталости Я не мог сдержать улыбки Я справился Я доставил послание Хантера в полис И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные Я выполнил свою миссию Да и вообще, все видят скорости Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он, сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. А не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Здорово. Я в туалет хочу. Раньше надо было. А пока подождешь. Ну, папа! Никаких... Ну, а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Артем? Я Мельник. Рассказывай. Налетай, разбирай. Сюда. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены Совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю. Всем членам Совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Не, ну вот на кой ты так накидался, Бротелло? Блин. Надо было. За тебя! Вот оно тебе надо. Не в ком дело чисто. Вечно. Невероятно. Артем, не верю, что Совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город. Искать секретный командный пункт. Искать секретный пункт. Возвращаться на радио. Вengers вновь, вошла. Искать секретный пункт. Скäl고. Д sausать секрет на славу. А старый пункт с вопросом. Скажите мне� Wenn helfen вот так! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...